Музыка Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим клубничный пирог в мультиварке Для его приготовления для теста потребуется 210 г муки 150 г сахарного песка 150 г сливочного масла 3 отборных яйца 1 пачка разрыхлителя Для заливки потребуется 120 мл молока 1 отборное яйцо 1 столовая ложка сахара с горкой Для начинки потребуется 400 г клубники 100 г клубники для украшения Разведем тесто Смешаем 150 г сахарного песка и 3 яйца Эту смесь необходимо хорошо взбить миксером до увеличения массы в 3 раза в 2,5-3, а также чтобы масса посветлела Теперь добавим мягкое сливочное масло А вообще, если вы будете готовить пирог не с Викторией или малиной, к примеру, с вишней или с смородиной то сахарный песок необходимо взять в большем количестве например, 180 или 200 г И еще раз все перемешаем с помощью миксера Теперь в тесто добавим муку 210 г, это 1,5 стакана граненых и в муку добавим пачку разрыхлителя весом 10 г Все это аккуратно вмешаем лопаточкой Уже не миксером Муку вмешиваем аккуратно снизу вверх в одном направлении Вот такое тесто по консистенции должно получиться достаточно тугое Чашу мультиварки хорошо смазываем сливочным маслом дно и края чаши Теперь выкладываем тесто 120 г ягод я отложила для украшения сверху а 380 г я порезала мелко так как у меня ягода была крупная Если ягода мелкая, можно ее всыпать целиком Теперь распределяем ягоды по всей поверхности теста Во время выпечки часть ягод уйдет в тесто а часть останется таким образом Теперь сразу же приготовим заливку Смешаем одно яйцо столовую ложку с горкой сахарного песка Это все перемешаем просто вилочкой Теперь в эту смесь добавим 120 мл молока И еще раз хорошо перемешаем Заливка готова Масса должна быть однородной И теперь просто этой заливкой сверху заливаем ягоды Видите, она покрыла полностью все ягоды Закрываем крышку мультиварки Выпекать я буду на режиме мультиповар 125 градусов В принципе, можно использовать режим выпечка Нам потребуется 1 час Через час наш пирог будет готов Нажимаем старт Прошел час Теперь необходимо, чтобы пирог остыл в мультиварке Поэтому отключаем подогрев И оставляем в мультиварке на 15-20 минут минимум У нас пирог отойдет от стенок И мы его легко достанем с помощью корзины пароварки Пирог остыл Теперь будем доставать с помощью корзины пароварки Вот такой пирог с клубникой у меня получился Теперь сверху я налью небольшое количество сгущенки Так как буду раскладывать ягоды И чтобы они у меня хорошо держались В этом мне поможет сгущенка Ну и сгущенка добавит дополнительный вкус Придаст кексу Он будет еще вкуснее Часть ягод я просто порезала Ну, таким образом А часть ягод я просто мелко порезала Положим сверху Вот такой клубничный пирог у меня получился Он очень вкусный, мягкий, нежный И очень-очень ароматный Я думаю, что такой рецепт должен понравиться многим Клубнику можно заменить на малину, вишню, смородину То есть, переготовить с любой любимой для вас ягодой Пирог чем-то напоминает шарлотку И по вкусу тоже Но, конечно, чувствуется очень клубника Вот как выглядит это все внутри Как мы видим, бисквит полностью пропеченный Нисколько не влажный Видны ягоды Ну, и ягоды сверху Пирог действительно получается очень-очень вкусным и ароматным Вот такой вот красавчик у нас с вами получился Если вам понравился рецепт, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на наш семейный канал Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео Приятного чаепития и до новых встреч!